Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить последнее обострение на Выдлибе. Ночью более 30 турецких военных погибли в результате сирийского авиаудара. До этого из турецких ПЗРК были обстреляны самолеты сел осады российских ВКС, прикрывавшие сирийские войска, атакованные боевиками. Чем может закончиться очередное обострение? В то время два фрегата Черноморского флота с крылатыми ракетами «Калибр» проходят в эти минуты турецкие проливы Босфоры и Дарданелла, следуя в сторону Средиземного моря, Анкара уже пригрозила закрыть проливы для российских военных кораблей. Насколько реально это угрозит? По инициативе Эрдогана президенты России и Турции провели телефонный разговор по ситуации в Эдлибе. Как рассказали в Кремле, Владимир Путин отметил приоритетность борьбы с террористами в Сирии. Обе стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки. Диалог продолжается, речь не идет о каких-либо непреодолимых проблемах, отметил глава российского МИДа Сергей Лавров. Минувшей ночью военные беспилотники Турции таковали более 200 целей сирийской армии в Эдлибе. От удара Ассада до этого погибли свыше 30 турецких военнослужащих, как отметила министр обороны Турции Акар. Россия была в курсе расположения турецких подразделений, хотя в нашем Минобороне заявили, что согласно координатам, которые турки передали нашим военным, ни одного турецкого подразделения не должно было быть в районе обстрела. Турецкие СМИ сообщили, что в случае эскалации Анкара может перекрыть Босфоры Дарданелла. Ранее Турция объявила, что перестает сдерживать поток мигрантов в Европу. Тысячи человек движутся сейчас в сторону границ Турции с европейскими странами. На этом фоне ЕС призывал незамедлительно остановить эскалацию. Эскалацию в Идлебе обострившись ситуацию в эфире Бизнес.ФМ прокомментировал руководитель научных исследований в Институте диалог цивилизации Алексей Малошенко. На сегодняшний день такое ощущение, что Эрдоган чувствует себя на коне. Потому что действительно первым был нанесен удар с войсками Бошары Асада. И никто не верит, что это было сделано самостоятельно. Что-то не было никакого добра сказано со стороны России. Поэтому обвиняя Бошара, а его обвиняют все, то фактически это обвинение в адрес России. Россия в свою очередь говорит, что эта атака Бошара, причем мощная атака, была вызвана тем, что там оживились, перешли в наступление боевики исламские. Но они там постоянно переходят в это наступление. И те же самые боевики, они бы никогда не перешли в наступление, если бы они не ощущали за собой турецкое присутствие. Не просто за собой, якобы турецкие воины прямо среди них были. Это более чем возможно. Так что сейчас там искать правых и виноватых, это практически бесполезно, потому что все говорят полуправду, попросту говорят все в рот. И в итоге уже теперь, я думаю, придется договариваться в этом самом каре. Путин, Эрдоган, я не знаю там кто будет, Макрон, Меркель, может быть еще кто-нибудь. Ну, собирались четырехсторонние, да, Франция, Германия, чуть ли не 5 марта в Стамбуле. Теперь, я так понимаю, что он под вопросом, никто ничего не подтверждает. Вот сейчас неизвестно. Но вы знаете, с этой точки зрения, просто такая встреча крайне необходима, потому что дело может зайти очень далеко. И ни Турция, ни Россия не могут уступать, потому что если они уступят, то они себя признают побежденными. Для Эрдогана это очень плохо, поскольку только что ходили слухи по поводу госпереворота, там, вероятности и так далее. Для Путина это тем более плохо, потому что все время говорят об успехах России на Ближнем Востоке, а в общем-то выясняется, что против Турок нет приема. Ну, прием-то есть, просто мы пока придерживаемся сдержанных методов, я так понимаю, введения боевых действий, пока не вступаем. А вы знаете, ведь если будет, вот как вы говорите, есть прием, то это уже будет война с определенным количеством жертв. И уже тогда все разговоры России о том, что мы там за мир, мы боремся против терроризма, они теряют всякий смысл. Поэтому надо договариваться. И самое последнее, и в общем-то пока, лично для меня, это тайна покрыта мраком. А не мог ли Башарасов заниматься самодеятельностью? Очень много загадок, то очень трудно отвечать на вопросы. Во всяком случае, хотелось бы поверить в то, что будет какое-то такое международное мероприятие и солидное мероприятие, на котором будет найден ну хотя бы временный какой-то предварительный консенсус. Ну, война идет и в соцсетях турецких, там начали прямые угрозы появляться в адресах российских загранучреждений. Скажется ли вот это... Да, там уже была какая-то демонстрация около консульства в Стамбуле. Да, 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 сейчас там усилили охрану генконсульства в Стамбуле. А вообще вот это обострение скажется каким-то образом на россиянах в Турции? А вот это я не знаю, я боюсь, что если это будет так продолжаться... Сейчас вот-вот уже сезон-то начнется, несмотря на вирус, то огромное количество людей поедут уже в апреле. Понимаете, какая вещь? Сопоставьте себе на место сопростого русского человека, который поехал туда. Вот после всего того, что он знает. В общем, какое-то не совсем приятное ощущение. Ну, как известно, русского человека-то мало что может испугать-то, да, и все эти сообщения, угрозы, вирусы. Нет, ну элементарно, ну мало ли как, знаете, обойдется. Ну, неприятно, неприятно. А вот Турк ярый националист. А потом еще не забывайте, что есть проблема проливов. Это будет нарушение известной конвенции Монтре. Это однозначно. Но все равно в этой ситуации, если она перекрывает проливы, то это фактически признание войны с Россией. И опять же, вот вы знаете, какая вещь. Можно вернуться к тому, с чего мы всегда начинаем разговор на эту тему. Есть Башар, есть проблемы. Но не будет Башара, будут еще большие проблемы. Там заколдованный круг. То есть, желательно, чтобы Башара оставался пока у власти, по крайней мере, это дает хоть какой-то... Это выбор между очень плохим и совсем плохим. Алексей Малошенко, руководитель научных исследований в Институте диалог цивилизации. Сегодня НАТО должно провести экстренную консультацию с Турцией по ситуации в Идлебе. Тем временем, тысячи беженцев из Террии, Пакистана, Ирана, Ирака продолжают в эти минуты двигаться в сторону границ Турции с Европой после сообщения о том, что Анкара больше не препятствует их перемещению. Последнее обострение в Идлебе будет обсуждаться на личной встрече Эрдогана и Путина в ближайшее время. Дата пока не назначена. Турецкие военные попали под удар сирийских ВВС в Идлебе, поскольку находились среди боевиков, наступавших на оппозицию сел Асада. Заявили в российской обороне. Но при этом, согласно координатам, которые турки перед нашим, ни одного их подразделения в районе обстрела не должно было быть. В ходе телефонного разговора Эрдоган и Путин согласились встретиться для обсуждения последнего обострения в Идлебе. Как рассказали в Кремле, обе стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки. Ситуацию в Сирии в пятницу обсудили также начальник российского генштаба Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милле. Сегодня же турецкий лидер проведет переговоры с Трампом Меркель и Макроном. Британия запросила проведение экстренного заседания Совбеза ООН в связи с эскалацией в Идлебе. Минувши ночью от удара сил Асада погибли более 30 турецких солдат. В ответ турецкие беспилотники атаковали свыше 200 целей сирийской армии. Как отметил министр обороны Турции, перед ударом Россия была в курсе расположения турецких подразделений. Но именно в день удара Анкара передала российской стороне неточные координаты, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, выразивший соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих. Владимир Путин и члены Совбеза выразили крайнюю обеспокоенность в связи с обострением в Идлебе, сообщил представитель Кремля Пископа. Словам участники совещания подчеркнули, что Москва сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военных. Ранее турецкие СМИ сообщили, что в случае дальнейшего обострения Анкара может перекрыть для наших военных кораблей Босфор и Дарданеллы. Как раз сегодня два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» проследовали через Босфор. Как сообщил ранее представитель Черноморского флота, адмирал Макаров и адмирал Григорович, совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки российских ОМФ в Средиземном море. На фоне обострения в Идлебе постпредс США при НАТО выразил надежду на то, что Анкара откажется от покупки у России С-400. Но о том, как к последним событиям в Сирии относятся в Турции, нам рассказала главреда московского комсомольца в Анкаре Ешар Нейсбеев. Заявление о том, что Россия не наносила удар по тому району, где находились советские военные, мне кажется, это хорошая информация, в том смысле, что в Турции... Я сегодня поздно лег, до 4 часов сидел, смотрел передачи, эти заявления, и я там не видел какой-либо реакции в адрес России негативных слов или обвинений. И вот это заявление, мне кажется, поддержало это мнение. Турция вроде как продолжает покупать С-400. Каковы перспективы все-таки срыва сделки? Один из журналистов турецких, который, ну, приближен к турецким властям и в беседе с чиновниками, он заявил, что установки, вернее, ввод в строй С-400 отложен. То есть, если раньше говорили об апреле, то теперь ее отложили до июня, до конца 2020 года, то есть этого года. То есть, откажется Турция от С-400 или нет, это самый важный, мне кажется, вопрос. И он как раз-таки покажет, если Турция получит патриоты, как вы тоже слышали, Турция просит от американцев поставку патриотов, как раз-таки для того, чтобы их положить у границы с Рыдлибом, а Америка откажет, говорит, что у нас нет таких патриотов для вас. Глава Ред МК в Турции Ишар Нейзбаев в Анкаре заявили, что больше не собираются сдерживать поток беженцев в Европу. У Турции якобы нет возможности предоставлять свои ресурсы этим людям и помогать. В Еврокомиссии пока не получали извещения об изменении миграционной политики Турции. Болгария планирует выслать к турецкой границе дополнительные подразделения армии и полиции.